Всем привет! Вы на канале Кофемастер. Давно вы уже нас просили сделать обзор на чистку кофемашины DeLonghi E-CAM 22110. Сейчас эта машина пришла у нас на обслуживание. Есть время снять этот обзор. И кратенько я покажу сейчас основные узлы, которые нужно чистить механически. Это видео будет посвящено разборке кофемашины, удалению кофейных масел вручную, чистке кофемолки. Обслуживание заварочного узла уже снято. Вы можете посмотреть это в предыдущем видео. Итак, поехали! Для разборки нам потребуется 20-й торкс. Откручиваем заднюю крышку. Прошу прощения за посторонние звуки. Снимаю время рабочего дня, поэтому с соседнего кабинета могут какие-то звуки проходить. Работы. Но не обращая на них внимания. Продолжаем. Далее. Снизу поддеваем крышку. Снимаем в сторону. Сдвигаем тоннель со стороны бака воды. Как в моделях, я сам поддеваем таким образом и снимаем. Эта панель просто у нас снимается с двиганием. Для того, чтобы снять верхнюю крышку, я воспользуюсь шуруповертом с крестовой насадкой. Вы можете просто крестовой отверткой. Теперь нам нужно снять вот эту ручку открывания-закрывания крана. Снимается она просто вытягиванием на себя. Здесь вот эта пружиночка, она сжимает нашу ручку, чтобы она не слетала. Иногда довольно затруднительно снять, но просто не бойтесь приложить усилия. Я в данном случае вытягиваю ее. После того, как вы открутили саморезы и вытащили ручку, мы начинаем сверху поднимать верхнюю крышку. Но у вас должны быть убраны из кофемолки все зерна. То есть она должна быть пустая. Иначе, если вы начнете поднимать крышку, все зерна у вас посыпятся в область кофемолки. Внутри корпуса. Так, ну вот мы подняли. И теперь спереди. Вот видите, эта часть пошла сразу вверх, а вот эта фиксируется. Вот у нас есть здесь саморез, и возле него есть отверстие. Вот в него вставляем плоскую отверточку. И аккуратно нажимаем изнутри и подаем вверх. Вот он наш фиксатор. Из отверстия его немножко поджимаете. Итак, это наша кофемолка. Нам ее предстоит почистить. Она, как видите, не закреплена. Стоит на резиновых демпферах и просто лежит. То есть если вы проводку оцените, вы просто ее вытяните. Дальше мы сейчас будем чистить выходной диспенсер кофейный. Для того, чтобы отсоединить всю систему управления с диспенсером, нам нужно сначала отсоединить капучинатор. Для того, чтобы это сделать, у нас есть здесь пластиковая клипса. Мы ее аккуратненько вытягиваем. Вот она вот так вот выглядит. Теперь мы можем, если будем снимать вот эту часть, свободно рассоединить вот эти два элемента. Суруповертом, вы отверткой. Вот у нас освободилась передняя панель. Мы разъединяем как раз вот этот вот элемент. Но для того, чтобы всю эту снять систему, нужно немножко за низ поднять. Там есть фиксаторы, на которых все это держится. То есть подняли и потянули на себя. Вот, хруст был страшный, но все целое. Можно избежать этого, если мы заранее открутим вот эту часть. Вот мы вот с этих фиксаторов снимали. Вот в эти выступы заходят. Можно отсоединить шлейф платы управления. Можно не отсоединять. Но можно дать просто немножко выйти шлейфу. Вот он здесь сложен. Мы его выдвигаем вперед и кладем сверху. Почему я начал с диспенсера? Потому что пока он будет замачиваться в кофеклинере, мы будем заниматься кофемолом. Осталось два самореза для того, чтобы снять диспенсер выходной. Аккуратно снимаем. И вот наш блок лифт и диспенсер у нас в руках. Теперь можно снять шланг прямо с диспенсера. Если вы хотите замочить шланг в кофеклинере, то можно прямо вот сверху оценить. Я его сниму с диспенсера, а потом сниму, наверное, из самого вот отсюда узла, со стакана. Так, оценили шланг. Запоминайте, что он входит вот в это отверстие и надевается. Так, далее. Чтобы внутри вот этого узла сам стоит диспенсер, вот эта коробочка, чтобы ее достать, нам нужно открутить саморез, который ее держит. И вот он пошел вверх. Если он у вас там загрязнен сильно, он может не пойти. Вам нужно будет отсюда помогать ему. Нажимаем вот эту часть, чтобы вывести его. Нажали. И выводим. Так, вот наш диспенсер. С лифтом будьте аккуратны. Если вы его сильно подвинете вверх, то у вас выскочит система, которая его тормозит. Там пластиковый элемент, который давит на стенку и за счет этого он не падает вниз. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Обычно так и бывает. Вот, если вы не будете знать, что это такое, вот пружинка и пластиковая полусфера, то это как раз вот с этого узла. Чтобы собрать все это воедино, нам нужно пружинку поставить на место. Пластиковый элемент вставить в пружинку. Нажимаем и заводим. Таким вот образом. Поэтому можно сразу его просто не вытягивать вверх, немножко вниз держать. Вот сейчас вот все перемазалось, нужно будет удалить смазку. Хочу вас сразу предупредить, какой бы ни был грязный вот этот узел визуально, его не нужно опускать в кофеклинир. Объясню почему. Пластик с нанесенным хромом очень имеет большую вероятность того, что этот хром с него слезет во время отмачивания. Кто смотрел видеоролик про то, как мы восстанавливали Юру из Германии, там как раз подобная ситуация и вышла. Точнее, то, что я стерегал с этого момента, этот хром все равно отошел. Поэтому это теплой водой из Ферри, но в кофеклинер лучше не опускать эту часть. Давайте посмотрим, что находится внутри кофейного диспенсера. Тут у нас есть две защелочки. Один, два. Барабанная дробь. И, ну, чтобы вы понимали, грязь есть, ее здесь много. Не знаю, как, насколько эта камера сейчас покажет, ну, вот такая вот грязь у нас повсеместно. У нас, я, конечно, нехорошо это прилеплять. Вот. Так что, вот это надо замачивать, обязательно разбирать. Еще, кроме диспенсера, посмотрим на капучинатор. Капучинатор. Капучинатор, ну, вы видите, в каком состоянии. Точнее, это панорелла. Грязненькая, конечно. Чтобы, ну, все-таки, приятно было эксплуатировать, кроме того, чтобы она взбивала, не грела молоко, замочим ее химией для чистки капучинаторов. А еще у нас есть инстаграм. Все ролики, которые не попали в наше видео, они будут выкладываться в инстаграме. Здесь самая свежая информация, самые сочные, интересные новости, фотографии. Заходи, подписывайся, не пожалеешь. Так, у нас две емкости. В одну кидаем капучинатор. Во вторую я уже положил диспенсер и шланг, который идет к диспенсеру. Вряд ли, конечно, вот этот весь темный налет уйдет, но постараемся максимально его почистить. Пользуем российские средства для очистки. Я думаю, пол чайной ложки будет достаточно. Вот здесь у нас в инструкции сказано, что 30-40 мл на литр. Ну, то есть здесь совсем чуть-чуть надо. Давайте, тут у меня остатки как раз. В эту же чайную ложку нальдем, как в нервную. И теперь заливаем кипятком. Так, реакция у нас здесь пошла. Так, здесь уже тоже что-то происходит. Как вы можете видеть, это одна чайная ложка и моментально пошло расслоение. Я, конечно, вырезаю лишние паузы и можно меня обвинить в том, что я там что-то доливаю, и досыпаю, но это не так. Пока работает наша химия, займемся кофемолкой. И как раз в том времени, как мы почистим, все закончим, наша химия уже все вычистит, и мы сможем собирать. Кофемолку можно почистить двумя способами, полностью ее сняв. И второй способ, просто открутив верхний нож. В общем-то, самый простой, это, конечно, открутить верхний нож. Вращаем наше колесо до тех пор, пока не совпадет практически вот этот выступ вот этот вот со столбиком, в котором находится подпружиненный толкатель. Именно он трещит. Если вы промахнетесь, то у вас этот толкатель выскочит и будет очень хорошо. Это нужно будет делать больше движений, разобрать его, а так мы просто руками поднимаем. Ножи уже, конечно, подзабиты. Туповато. Видно, что тут уже, кроме кофейного налета, появляется уже ржавчина. Влага попадала. Вот так вот это сейчас все выглядит. Вот так выглядит пропылесошенная кофемолка. Сейчас будем снимать нож, чистить все. Для того, чтобы открутить вращающийся нож, нам нужен опять торг с двадцатой и крутим по часовой стрелке. Для того, чтобы выкрутить. Вот он, наш нож поднимается. При поднимании ножа будьте аккуратны, там механизм защиты, подпружиненные шарики. Два шарика на ножи и один внутри. Сняли мы вот наш нож. Все это нужно помыть. Ножи довольно тупые. Желательно бы их заменить. Но серии E-cam проблема в чем? Как вы можете видеть, неподвижный нож имеет три грани. И если в серии E-cam подходит нож от Saeco, старых Royal, там VN, то сюда уже они не подойдут, потому что другая форма. Поэтому, что можно сделать? Можно поменять кофемолку. Второй вариант. Можно попытаться заточить ножи. Что вы думаете о заточке ножей? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И, возможно, я этот вопрос в одном из видео освещу. Так, продолжим с кофемолкой. Мы можем достать центральную часть лопатками. Ее нужно будет почистить. И убираем весь этот налет внутри. Также кофейный тоннель, по которому идет кофе. Заварочное устройство тоже чистим. Для того, чтобы почистить кофемолку, я, чтобы было удобнее, снял вот эту вот белую часть. Она здесь на двух защелочках. Также я подразобрал верхний нож, чтобы почистить. Но оказалось, что здесь уже очень много ржавчины. Вот эта ржавчина. Вот здесь вот тоже, если колечко это замкнуть, можно почистить. Там есть кофейная пыль. Но меня смущает само состояние ножей. Ножи довольно тупые. Сейчас мы соберем, посмотрим, как это будет работать. И если ножи тупые, то будет подниматься вопрос о либо замене кофемолки, либо заточке ножей. Собираем все обратно. Вот резиночку я вам не показал, как снять. Так, укладываем пружинки. Теперь шарики на эти пружинки. Вот наш нож в ржавчине. Он чистый. Устанавливаем его сверху на шарики. Примерно смотрим выступ прорезь. Устанавливаем закручивать против часовой стрелки. Придержали, подзатянули. Теперь устанавливаем наш верхний нож. Сверху кольцо устанавливается вот этим выступом в широкую прорезь. Широкая прорезь. Вот так вот выставили и защелкнули. То есть меточки у нас сейчас должны быть эти две совпадать. Это заводские метки. От них можно уйти, когда уже с ножами какая-то проблема, либо вы не хотите разбирать ее по каким-то причинам и занижаете помол. Либо когда ножи затачиваются, тоже нужно перекалибровывать. Но иногда совпадают эти же метки, если вы не сильно их точите. Итак, наш диспенсер, его хватило для того, чтобы заварить практически кофе. Как в хорошем китайском чайнике, если вы зальете кипяток в пустой чайник, вы получите чай. Так и здесь. Вы можете видеть, что трубочка у нас слегка почистилась. Для того, чтобы здесь закрепить эффект и трубка была светленькая, возьмем один из ёршиков, обчистит на глазах. Трубочка. Вот это нужно промывать под краном с щёточками. И это тоже. Это то, что было в диспенсере. То, что внутри они остались ещё. Но я думаю, сейчас мы их под кран засунем и всё это богатство оттуда выскочит. Помылим всё под краном. Принёс специально показать, что выскочил из капучинатора. Вот такая вот штука. Видите, она даже форму капучинатора держит. Вот здесь она была. То есть, химия её отслоила и просто первым же потоком воды её вымыла. Этот у нас узел уже почищенный. Здесь у нас оказался какой-то номер. Наверное, это артикул, по которому можно заказать данную деталь, я так подозреваю. Производим сборку. Диспенсер чистый, собранный. Эту трубочку поставим сначала к верхнему поршню, подключим, а потом уже подключим к диспенсеру выходному. Устанавливаем его сверху. Вот таким вот образом завели. Установили диспенсер. Теперь мы заводим шланг диспенсера в отверстие и натягиваем его. Так, натянули. Так, теперь ставим его на место. Проверяем, не закусывает ли шланг. Прикручиваем нижний саморез. Теперь берем наш передний блок управления, устанавливаем его на место. Так, нам нужно будет соединить капучинатор, точнее панорелло, и завести внизу на крепление на выступы. вот, мы завели. Так, шлейф лишний мы заводим вовнутрь. Здесь его складываем таким вот образом. Это у нас влагозащита, чтобы не попала в модуль. Вот, и теперь сверху нужно прикрутить и поставить сюда защелку фиксатор. ставим защелку. Поставили. зверху получивания. Так, можно надеть капучинатор. Здесь, кстати, довольно чисто внутри. Тут еще смазывали, видно, силиконовой смазкой. Так, нам нужно накинуть верхнюю крышку. Уж отмывать корпус я не буду показывать, как. Я думаю, каждый справится с этим нехитрым делом. Залили экранчик. Сюда. Сюда. Нажали. Скручиваем наш корпус. Что в этой машине можно еще почистить? Кроме кофемолки, диспенсера и заварочного устройства. Ну, также панорелки, капучинатора. Мы можем почистить внутренние полости. Вот у нас дверь. Здесь заварочное устройство. мы его снимаем. Видите, дверь у нас такая. Можно ее почистить отсюда, можно ее снять вообще таким вот образом. Аккуратно подели и петлю подняли вниз. Все. Вот можно ее почистить, можно убрать отсюда и внутри можно все вот это убрать. Сейчас будем этим заниматься. Здесь еще у нас есть каретка за вашим устройством. Ее бы тоже снять помыть. У нас есть отвертка торкс 20-й. Им же откручиваем каретку. Ну вот это вот надо все почистить. Итак, ребят, я помыл всю внутреннюю часть. Вот эта часть, если она сильно у вас загрязнена, ее проще отсоединить. Если вот этот стопор открутить, то тефлоновый шланг выйдет и можно эту вещь замочить в кофекрине. Но здесь не критично она грязная, можно и с химией отмыть просто на весу. Дальше все каналы, по которым ходит вот эта каретка, шланг тоже чистите. По возможности весь кофейный мусор из редуктора вычищаете, смазываете после этого литиевой или силиконовой смазкой ось и собираете все в обратной последовательности. Сверху тоже есть механизм, откуда падает кофе из кофевода. Его тоже по возможности кисточкой какой-то почистить. Вы можете использовать химию для чистки бытовой техники. В любом магазине бытовой химии купить. На спирту моете. Все это хорошо помогает вымыть кофейные отходы, остатки засохшего кофе и привести машинку в порядок внутри. Обязательно если плесень есть, обязательно обрабатывайте той же химию, чтобы убрать ее, потому что этот вкус плесени будет вас преследовать. Также по поводу смазки этого узла я не буду вам советовать его смазать, потому что как вы могли видеть, здесь очень много кофе и он там налипнет в любом случае. То есть кроме того, что вы наносите на ось смазку, наверное вот тут не нужно ничего смазывать, просто там будет кофе у вас прилипший. Нанесем немножко смазки на ось и размажем. Если у вас появляются визги, скрипы, то вот эта процедура скорее всего уберет эти звуки посторонние. Если конечно у вас еще гайку бронзовую не начало сжирать резьбу, потому что в противном случае вам придется менять эту гайку. Забыл сказать, когда вы чистите внутренние все полости, не вытаскивайте поддон, тогда вся грязь, которую вы сметаете, она будет в поддоне оставаться и будет проще ее после этого убрать. Фиксатором резьбы можно воспользоваться, можно не пользоваться и ни разу не откручивались за все время ремонтов. Но если он у вас есть под рукой и вы переживаете, то можно нанести. наша дверца нажали, зафиксировали. Вот и все, собираем дальше нашу кофемашину. Чуть не забыл, устанавливаем наш краник. Вверх он должен смотреть. Все. Итак, собрали мы нашу кофемашинку, проверяем ее с кофе. Большую не будем наливать, а то это будет вода кофемашинку. Вот такое на убитых ножах качество кофе звально. Крема есть, но можно было бы получше. Так, вот такие у нас отходы получились. Контейнеры для отходов поддона это еще предстоит помыть, также сделать удаление накипи. Мы произвели механическую чистку кофемашины DeLonghi E-Cam серии 22110. Почистили диспенсер, почистили кофемолку. Заварочное устройство у нас есть отдельное видео по очистке. Всем, кому видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Так, проведем эксперимент, справятся ли с этим загрязнением офисной машины кофеклинер, чистящие средства от Экспер ЦМ. Это уже очень сложно открыть въевшаяся грязь. Вот это уже очень сложно ждем. Ну и вот результат после первого замачивания поддона с химией. Вот, вы можете видеть, что остались еще следы. Вот, они настолько въевшиеся, что их с первого раза не удалось убрать. повторные замачивания скорее всего уже все вот это отмочат. Видимо, можно еще подольше поставить. Поэтому имейте ввиду, что можно таким образом бороться с сильными загрязнениями. Субтитры сделал DimaTorzok